Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Не знаю, что делать. Не умею отвечать, когда что-то не нравится, хотя мне такое часто высказывают относительно меня. Ну вот, например, с сестрой. Она скажет свои интонации, порой бессящие, а я расправилась, ничего не говорю. Потому что знаю, что пойдёт после моих слов, что вперёд. Она пробораторит быстро, успокоится, но меня не поймёт. Я ещё и сказал, что ты реагируешь, как будто я всегда ненормально. Что делать, настроение из-за этого портится, потом ничего спрашивать, почему без настроения. Ну да. Значит, это стыд. Вот, ваша история, она просты. Очень сильно просты. Про подавление, скажем так, себя. Про запрет себе на выражение своих эмоций, на выражение своих эмоций. Ну, своих ощущений. Вот. То есть это очень сильная простыта. У вас. Нажим основан на стыд, но стыд основан на подавление злости, на мой взгляд, в данном случае. Вот. То есть, грубо говоря... Грубо говоря, ваши личные границы нарушаются. Вот. Вы злитесь. Злость проявляете в себе. И... Появляется в себе. Нужно... Нужно... Разрешать. Это в первую очередь. Это первое. Вот. Злость в себе нужно разрешать. Научиться её проживать. Научиться её выражать и признавать в себе. Вот. Сейчас у вас пока только обида. Вот. И чувство не... Ну, чувство, что вас как-то не принимают. Да, ощущения, что вас не понимают. И так далее. Ну, вас действительно могут не понимать. Это правда. На самом деле. Вас на самом деле могут не принимать. Вот. Другой вопрос, как вы с этим обращаетесь? Вот. То есть, ну вот, у меня есть такое ощущение, да, появилось такое чувство, что вы вот прямо центрируетесь на, допустим, своей сестре. Вот. Ну, к примеру. Вот. Есть такое чувство, по крайней мере, у меня. И как бы кроме её, да, кроме сестры, вас, ну вот, знаете, как будто бы ничего не, ну, никто не интересует больше. А вообще-то там, кроме сестры, ну, совершенно очевидно, да, есть ещё моменты, есть ещё аспекты. Ну, ситуации, так скажем, и вполне могут быть другие люди ещё, кстати. Вот. Которые могут вас понять. То есть, если, допустим, ну, сестра, вас понять не может, не может, ну, вот, что вполне логично, например, сестра вас не понимает, да. Ну, вполне может понять, вполне может понять кто-то ещё, кто-то другой. Вот. Например, например, тот же психолог. Кому бы вы могли выразить то, что вас беспокоит? Ну вот. Так что, работать со стыдом, с самооценкой, свернуть на себе. Вот. С вашим вектором развития. То есть, ну, чтобы вы видели, куда вы идёте, к чему вы идёте, чего вы хотите от жизни. И дальше, я думаю, будет плюс-минус уже понятно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Благодарю. Чтобы я беру гнAMA о даст. Продолжение следует...